Дорогие друзья, всех приветствую, с вами Педро Амрауфи и у нас обзор рынка, ежедневный обзор рынка, в течение которого мы смотрим, что можем делать с разными активами. С фондового рынка начинаем, форекс и криптовалюта тоже разбираем, посмотрим на возможности дейтрейдинга внутридневной торговли. В целом, начинаем с важных новостей и заканчиваем уже обзором технического анализа на платформе дейтрейдера. Единственное, что со вчера пропустил некоторые очень важные новости, о которых сегодня обязательно напомню. И это была новость о том, что Федрезерв, как обычно, самая у нас горячая тема по сей день, вчера или позавчера ночью, заявил о том, что повышение процента совки или же изменение по программе покупки акций у них изменяется. Скорее всего, ужесточение монетальной политики будет произойти гораздо быстрее, чем ожидалось не в октябре, а даже в сентябре. Из-за этого доллар получил очень хороший импульс на этом фоне и фондовый рынок упал. То есть, в случае, если мы учитывали эту новость вчера, могли бы предугадать многое в ценовом движении. Но новостной фон относительно богат и мы его разберем, по каждому активу пройдемся и напомним все факторы, которые сейчас действуют по определенному образу на разных активах. Как обычно, фондовый рынок США, потом фондовый рынок Китая, тоже горячая тема до сих пор, можно сказать, и Forex и в итоге криптовалюта. Спасибо, что комментируете, спасибо, что пишите вопросы, если возникнут они у вас, обязательно пишите в комментариях, я их разберу и к следующему разу, к следующему эфиру. У нас эфир ежедневно, поэтому обязательно пишите вопросы. Индекс S&P 500, а, кстати, новость по поводу, это, конечно, это уже считается якобы вчерашняя новость, но, как мы видим, повлияло очень хорошо. Это та новость, которую я пропустил по факту, но сегодня попробуем более-менее лучше уже получше разобрать. И еще новость по поводу Dogecoin, о которой тоже в конце разберем касательно криптовалюты, довольно интересные прогнозы по Dogecoin. Как мы видим, ситуация на рынках в целом S&P 500, Dow Jones, это у нас индексы фондового рынка США, один индустриальный, а второй S&P 500 просто голубые фишки, да, американские. Вот это спад, который произошел по итогам притеста вершины или же верхней границы канала. Тоже довольно красиво все случилось, произошел очень-очень сильный импульс, за которым по факту следовало последующий спад. То есть, в случае, если мы учитываем все технические факторы техники Александра Михайловича Герчика по поводу ложного пробоя и так далее, по поводу импульсивности, по поводу границы каналов и так далее, то тут можно было по факту это тоже предугадать, этот разворот, который случился. И по фундаментальному фактору. Сейчас опять цены укрепляются. В целом, еще раз напоминаю, это уже давно, кстати, по фондовому рынку США пока еще все позитивно. Нет никаких признаков сильной коррекции или что-то вроде этого. Коррекции происходит в рамках данного канала, который мы видим. Поэтому это вы учитываете. Индекс доллара США, который имеет обратную корреляцию с фондовым рынком США, поскольку в данный момент сейчас самая горячая тема это инфляция. Деньги, которые печатаются, в основном уходят в биржу, а доллар теряет значимость, почему? Потому что как больше денег, как меньше значимость, точнее цена, вес валюты. И ужесточение монетарной политики, по нем недавно, совсем недавно вышли вот позавчера или вчера новости о том, что скорее всего будут еще быстрее произойти. То есть это ужесточение не будет в октябре, а будет в сентябре. Очень умеренный рост у доллара, несмотря на всего этого. Очень-очень умеренный рост. Мне кажется, это все связано с тем, что фондовый рынок пока еще довольно крепкий. Доллар США в данный момент где находится? Он находится вблизи довольно очень сильной отметки 92.60, 92.40. Кстати, мы эту отметку, этот диапазон, на этот диапазон делали всегда акцент, и сейчас делаем акцент на него. Мы делаем на него акцент в притяжении всего этого времени. Почему? Потому что он очень хорошо тестируется, он относительно зеркальный. Несмотря на то, что и тестируется довольно импульсивно иногда, но все равно он остается с зеркальной отметкой 92.60, 92.40 приблизительно. Где-то в таком районе, в этом диапазоне. Сейчас доллар в нем находится. То есть неопределенность, она очень сильно выражена. И слабость доллара больше выражена, несмотря на все заявления ФРС о том, что повышение процента салфы может произойти в ближайшее время. Поэтому все-таки больше ставку мы делаем на рост фондового рынка США. А еще одна причина, почему мы это делаем, это состояние фондового рынка Китая, которое не очень-то и радует по сей день, и в среднем сроке может еще спускаться ниже. Кстати, об этом тоже был обзор у нас, если помните. По поводу основных индексов китайского рынка, Shanghai Composite, как мы видим, снижение, которое произошло. То есть умеренное движение, консолидация, которая продлилась, с того раза она по факту не выросла. С того позапрошлого раза, когда мы делали по ним прогноз, говорили о том, что по факту она очень слабо смотрится. То есть в таком случае нельзя делать ставку на особо таких среднесрочных покупков. Единственное, что спекуляции всегда, возможно, могут произойти. Спекуляция имеется в виду восходящий импульс по итогам претеста этих ближайших поддержек, по A50, China A50, по Shenzhen Composite тоже поддержка, сейчас приближается цена к нему. И по Shanghai Composite тоже. То есть вот такой вот импульсивный рост, возможность, есть такая возможность, смотрится ли он в S&P. То есть это имеется в виду уже корреляция, которую мы берем с фондовым рынком Китая и США, в цель того, чтобы просто указывать на тот фактор, что когда Китай ослабевает, с фондовым рынком США немножко начинает подниматься. Когда фондовый рынок США начинает ослабевать, Китай начинает наращивать позиции. Это зачастую так и происходит. И как мы видим, здесь потенциал тоже относительно присутствует. Если брать фактор, что цена S&P 500 и Dow Jones, они не поднимаются выше определенного сопротивления, которое здесь. Это тоже довольно сильная отметка, которую мы здесь видим. Где цена сейчас находится. И в случае, если мы здесь получим фракталы, снижение амплитуды или что-то вроде этого, можем ставить, скорее всего, на нисходящий импульс S&P 500 и Dow Jones. Следовательно, это имеется в виду в краткосрочной перспективе. Если китайский рынок поднимется умеренно, то этот спад по S&P 500 и Dow Jones тоже будет умеренным. Скорее всего. И, следовательно, индекс доллара, от которого мы уже исходим и пойдем в Forex, по Forex парам посмотреть, индекс доллара, следовательно, можете иметь тоже определенный диапазон для последующей просадки, также и роста, но, опять же, тут по поводу роста нужно иметь в виду, что это может быть импульсивно, а затем может случиться спад. Для того, чтобы больше ориентироваться, для понимания внутридневной торговли можно было более-менее ориентироваться четче, мы обратимся к экономическому календарю сегодняшнего дня. Были релизы по Великобритании, которые были очень позитивными. И, в целом, как я увидел на графике, особо не повлияли на рост фунта против доллара США. Ожидаем в 3.30 по МСК базовый индекс розничных продаж относительно инфляционный, тоже объем розничных продаж, который идет на снижение объема розничных продаж, а базовый индекс продаж тоже идет на снижение. Намек на снижение инфляции, которого мы, кстати, получили в прошлой неделе, об этом говорили, что есть намеки о том, что инфляция вроде снижается уже, то есть, опять же, она на самых высоких отметках, но в краткосроке она снижается. И это было как раз поводом для доллара, чтобы начать укрепляться. Но, как мы видим, укрепление, его укрепление, оно очень слабое. То есть, сейчас ставить на его сильный рост, на его спекулятивный рост можно, а вот на его сильный рост, к сожалению, навряд ли. Спекулятивный рост имеется в виду импульсивный рост, который закончится последующей консолидацией или же снижением, если не консолидацией. Дальше у нас тоже по Америке 8.30 выступление глав ФРС. Имейте в виду, что ФРС с недавних пор начинает уже говорить о том, что цель того, чтобы поддержать якобы доллар, говорит о том, что ужесточение монетарной политики произойдет не к октябре, а именно к сентябре. То есть, это по определенным моментам может заранее чуть-чуть поддержать доллар, может учитываться уже в цене доллара. То есть, определенный рост, которого, кстати, особо не видно, но он якобы и есть. Очень умеренный рост, которого мы здесь увидели на индексе доллара США. Еще один момент очень важный по рынку США. Это данные, которые, возможно, будут завтра. Сейчас еще посмотрю. С утра, кстати, рано утром у нас по Новой Зеландии тоже есть банковские отчеты. И по Новой Зеландии, по Австралии нужно отталкиваться больше сейчас от того, что китайский рынок охлаждается, и их экономика, которая связана с Китаем, тоже может охладиться относительно. По Британии завтра будут, если что, данные. А рано утром только Новой Зеландия. А дальше мы уже по завтрашнему, в завтрашнем обзоре разберем завтрашние эти релизы. В целом, завтра утром по Новой Зеландии. Если что, в 5.30 по МСК. В общем, это был наш экономический календарь. Вернемся к форекс-парам нашим. По евро, по фунту, по Австралии, по Новой Зеландцу. Посмотрим, техническая картина какая. Консолидация, которую сейчас на графике мы видим, вот в таком нисходящем темпе продолжается. Это не может быть показателем, с технической точки зрения, показателем дальнейшего спада. И в целом, мы вблизи довольно хорошей поддержки. По евро, по фунту, мы тоже вблизи довольно хорошей поддержки. Историческая ли она? Нет, но она гораздо выше того минимума, куда может цена спуститься в случае укрепления доллара. Но в данном случае сейчас мы будем ожидать просто разворот. Скорее всего, по фунту вверх и по евро тоже вверх от отметок, которые мы видим. То есть, 1.1720 по евро, по фунту 1.38. При снижении ниже этих отметок и закреплении цены ниже этих отметок можно ставить на... По факту, есть вероятность того, что цена пойдет еще ниже до следующих отметок. Но пока еще этой возможности не видно, поскольку цена очень хорошо протестировала эти поддержки. То есть, и по евро, и по фунту. Австралийцы и новозеландец относительно слабее смотрятся, поскольку у них ситуация немножко друга. И довольно веский спад, который заканчивается ретестом локальной поддержки. Единственная, точнее, скорее всего, единственная локальная поддержка, вблизи которой они находятся. Ждем разворота. Скорее всего, он может произойти в случае, если мы сейчас получим какую-либо консолидацию или же ложный пробой. отметки, кстати, он уже происходит, 69.20 и 68. 69.20 и 69, так скажем. И при ложном пробое, скорее всего, мы ждем разворота. То есть, ну, есть, в общем, такая вероятность. Либо при торможении и снижении, либо же разворот. Но, если обращать внимание на индекс доллара, то там по итогам какого-нибудь восходящего импульса у доллара, который приведет к импульсивному снижению австралийца, новозеландца евро и фунта, и с ретесту вот этой поддержки очень сильной, то можно будет в дальнейшем ставить больше все-таки ставки на последующий разворот этих пар. И тут, исходя из амплитуды, исходя из сужения амплитуда, которые есть, и в целом сам факт, что мы находимся выше вот этого сопротивления 92.60, то вероятность подходящего импульса есть. Он может случиться. Но, в общем, это именно тот риск сценария, риск сценария, на который мы полагаемся. То есть риск того сценария, о котором мы говорим. По золоту цена все еще продолжает расти в рамках восходящего канала. Есть относительное движение снижения волатильности вдоль верхней границы. Ожидать ли снижения, есть ли к этому какие-нибудь перерасилки. В целом, аналитические есть, они существуют, и они все связаны с дальнейшей покупкой облигаций ФРС США. В случае, если это произойдет. Почему? Потому что в этом все равно они нуждаются. Ужесточение монетарной политики это и значит, что и покупаем облигации и активы. И в случае, если это произойдет, то золото может войти в нисходящую фазу, скорее всего, начинает ослабевать. Есть ли в Белизе технические сопротивления или же отметки? К сожалению, есть. И золото как раз его тестирует. Но он находится относительно ближе, если под цифром, то это 1800 долларов, но технически он находится чуть-чуть ниже. 1790 там, где сейчас цена находится. То есть, эта отметка сейчас тестируется, это зеркальная отметка. После его ретеста может случиться все, что угодно. То есть, цена может либо пойти вверх, либо вниз. Это никакое не сопротивление, это никакая не поддержка. По итогам ретеста, который вот никакой дно рынка, никакая вы решили на рынке по итогам ретеста, которая вероятность восходящего и нисходящего движения или есть. А тут зеркальная отметка и уфишка в том, что может тестироваться, цена может пойти выше него. Но если пойдет выше, то это очень хорошая ставка на последующий рост. А если ниже закрепится, то это хорошая ставка на последующее снижение. Поэтому по золоту, к сожалению, можно в данном случае сделать вывод, что восходящим импульсом последующим скорее всего цена и развернется и пойдет вниз. Доллар к франку и доллар к иену тоже являются довольно-таки защитными активами, то есть защитными парами, рост которых обозначает, что относительно на фондовом рынке все хорошо. С другой стороны, одновременный рост доллара, как защитный актив и вот этих пар, тоже как защитный актив, приведет к тому, что цена будет консолидироваться, как мы видим сейчас. Как мы видели после пандемии, тоже эта ситуация продолжалась. Очень сильное сжатие волатильности этих пар вплоть до того, что нельзя было ими торговать, потому что просто и доллар растет, и они сами по себе растут, то есть и иена, и и франк. Иена уже развернула, Япония уже развернула экономическую помощь, то есть печатание денег, так же, как и Китай. Единственное, что США его остановят чуть позже. Ставить на последний дальнейший спад пока еще можно, исходя из технической картины. Но насколько долго это будет продолжаться, особенно исходя из того, что цена вблизи поддержки 0.91, это по поводу франка, извините, 0.91.20, а по иену, скорее всего, ситуация должна быть относительно похожая тоже. Есть та поддержка, которая протестировалась, цена по факту от него развернулась. Эта поддержка довольно является таким диапазоном, лучше его назвать. 109.40 и 109.20. Пусть будет 109, 109.40. Средние, это просто 120, можно от него отталкиваться. Среднее значение 109, 20. И в целом цена этой отметки уже развернулась вверх. То есть тут в плане продлить продажи, несмотря на то, что вероятность очередного спада доллара США существует, исходя из того, что просто фондовый рынок может пока еще не упасть. Но если фондовый рынок притормозит свой рост, кстати, к этому есть некоторые предпосылки, о том, что тут есть в целом расширяющаяся формация по Dow Jones и по S&P 500 тоже есть. То есть смотрите, тут уже появляется третий сценарий. Настолько неопределенный рынок сегодня. Ну или в целом уже в последние недели. И в этом все по факту виноваты пары. И вот это расширение, которое здесь происходит, насколько технически они могут выдержать. То есть насколько технические покупатели могут выдержать эти отметки. То есть по S&P, по Dow Jones. Расширение очень сильное. Относительно сильное. То есть если мы увидим приторможение роста, это имеется в виду, чтобы Dow Jones не поднимался выше 35500, и чтобы S&P 500 не поднимался выше 4400, 470, 60. Если они будут подниматься выше этих отметок, то значит с долларом все будет в порядке. Значит сценарии спада еврофунта австралийца, новозеландца будут в приоритете. Значит сценарии разворота USDJPY, USDCHF и их последующего роста вверх будут более вероятны. Поэтому этого сценария тоже учитывайте в свой трейдинг. То есть мы получили сегодня три сценария. Три сценария, которые могут произойти. По нефти, к сожалению, все еще, все по новостному фону все очень негативно. Нефть относительно тестирует тоже довольно хорошую поддержку, но толку с него не будет. Десять сценарий спустится ниже 65-65. А похоже, что технически мы этого можем получить. С одной стороны. С другой стороны, любая эскаляция ситуации в Среднем Востоке, Израиль, не забываем, что до сих пор бомбят. В Афганистане ситуация немножко указывает на тот факт, что подъем такой силы в Афганистане в правительство может перевести к тому, что эскаляция ситуации может немножко в Среднем Востоке увеличиться. Не просто потому, что это группировка радикальная, а потому, что рядышком страна с совсем другого направления исламского, у которого совсем другие интересы. И насколько они будут вместе хорошо сотрудничать, это тоже вопрос. Поэтому по поводу Среднего Востока США сделала очень интересный ход, при том, что при демократическом правлении, когда демократы в основном во власти, США особо не уходит от вопроса Среднего Востока. А тут мы видим, что они взяли и ушли. У Байдена есть много таких неожиданных моментов, которые он просто делает, и это относительно тоже создает своего рода неопределенность в плане политики США. Не только в Среднем Востоке, а в целом. Поэтому нужно это тоже посмотреть. Этот факт тоже очень важный. Единственное, что вся эта эскаляция ситуации может спасать нефть. Но ОПЕК пока не собирается спасать нефть. Они ставили на понижение, на увеличение запасов нефти. Они одобрили этот момент. В целом, мы целимся на 66-65. И если цена реально пойдет ниже этих отметок, то, скорее всего, дальше нас ждет спад. Если мы получили уже такие ложные пробои этих отметок, то, мне кажется, можно будет ориентироваться на последующий рост. Но насколько это, вероятно, фундаментально из новостного фона, реально нет повода. А как раз, когда нет повода чисто, вот нет повода пока еще, но что-то назревает, можно относительно делать какие-либо предположения, которые могут произойти. И причем не в каких-то там 20 пунктов, 40 пунктов, 400 пунктов, 600 пунктов по активам могут они отображаться. Поэтому тоже вы учитываете эти все факторы. Это по нефти и неопределенность, на которую я хотел бы акцентировать внимание. По нефти. По поводу доллар США канадец. Импульс очень сильный произошел, восходящий. Дальнейший рост под вопросом. Почему? Потому что мы рядышком находимся. Находимся недалеко от очень сильного сопротивления. Довольно хорошее сопротивление. Мы находимся на него, конечно. То есть мы находимся над ним. Это уже хорошо. Это имеется в виду хорошо для доллара и плохо для нефти. То есть да, нефть вниз, доллар вверх. Все в силе. То есть вот этот третий сценарий, который созрел во время обзора, он походу оказывается более-менее, ну то есть в темпе всего остального идет. Поэтому по поводу дальнейшего роста в целом можно относительно надеяться, но тут нужно дождаться хоть какое-нибудь подтверждение уровня. Почему? Потому что очередное подтверждение уровня, либо же диапазона 1.26. Кстати, хорошая отметка. 26, 1.25.80. Пусть надо еще раз подтвердиться. Но в целом я бы, скорее всего, здесь особо не переживал. Думаю, что для лимитных ордеров по покупкам довольно хорошая ситуация. Нужно посмотреть на индекс доллара. И нужно, кстати, дождаться, чтобы S&P не зашел выше 4.470. И Dow Jones тоже не зашел выше 35.500. Если они не заходят выше, если порты в Китае все еще закрыты, если Delta-вариант его распространения все еще угрожают спросом нефти, которые все еще угрожают спросом нефти, если сама нефть не поднимется выше 68, то, скорее всего, мы можем ставить на дальнейший рост USDC. И заканчиваем сегодняшний обзор Bitcoin, Ethereum и Dogecoin. Посмотрим, где была новость по поводу того, что многие аналитики ставят на дальнейший рост Dogecoin. И сам факт, что мы находимся в восходящем фазе по сей день. Восходящая фаза, кстати, которая очень давно продолжается. Это тоже, мне кажется, относительно впервые в истории криптовалюты. Восходящая фаза, которая реально очень долго продолжается. После нашего выхода с последней консолидации месячной, полторамесячной, которая была. По ценам Dogecoin, как мы видим, ситуация на самом деле обнадеживающая, ну да, и по осцилляторам тоже тут можно в краткосроке надеяться, в среднесроке тоже, кстати, есть намеки на то, что можно надеяться. Часовой график. В целом, все очень классно, все очень хорошо. То есть, по Dogecoin, мне кажется, даже есть сигнал определенный о том, что цена может дальше пойти вверх. Насколько сильно, насколько вверх, исходя из этого канала, можно ставить где-то на 0.36, наверное, 0.38 максимально, я думаю. Это возможно. Но, опять же, друзья, имейте в виду, что это все не сигналы, это все не рекомендации вам для торговли, это все мое личное мнение по поводу денежного ценового движения актива. По поводу Bitcoin и по поводу Ethereum. Ситуация относительно похожа. Цена в рамках канала продолжает рост на часовом графике. Переходим на часовый график. Я тут нарисую этот канал, который здесь есть. Это у нас Bitcoin. И есть расширяющаяся формация, к сожалению, здесь, но над предыдущим сопротивлением. В средние сроки, возможно, у нас будут какие-то снижения. Но, если что, мы диапазоном возьмем 43 тысячи. И этот диапазон будет диапазоном коллекции. Обращайте внимание, если сильный импульс произойдет в районе 47 тысячи, восходящий импульс сильный, то это очень плохая новость. Если цена умеренно пройдет 47 тысячи, дальше поднимется чуть-чуть, то вероятность того, что максимум прорвется, цена пойдет еще выше, есть. Но если мы увидим сильно импульсивный рост в ближайшее время в районе 47 тысячи и ретест этой отметки одним импульсом большим, который гораздо больше, раза 4 хотя бы больше, чем этих свечей, то это не очень хорошая новость. Может привести к последующему снижению вплоть до линии тренда или же минимума 43 тысячи. А так все пока нормально. По эфириуму отбиваемся от линии тренда. Кстати, тут очень красиво, очень хорошо показывает на то, что вероятность снижения, кстати, тоже есть. Почему? Потому что мы все еще не протестировали вот эту поддержку. И его ретест, он вероятен, исходя из вот этого поджатия цены. И сам факт, что он находится ниже вот этого диапазона 33 тысячи 300-3 тысячи 200. Он находится ниже этого диапазона. А этот диапазон сам по себе является верхним диапазоном зеркальной отметки, который здесь вот 33 тысячи почти 200-3 тысячи 180. Поэтому тут то же самое. Если получим сильный восходящий импульс в ближайшее время, это признак того, что цена может все-таки ретестнуть 3000 долларов по эфириуму. Но я думаю, что скорее всего цена умеренно продолжит свой рост. В случае, если мы получим нисходящий импульс в ближайшее время, это очень хороший момент для того, чтобы зайти, скорее всего, в покупку в средние сроки. Друзья, еще раз уточняю, это все мое мнение о дальнейшем ценовой движении. Это не рекомендации к действиям. Спасибо, что посмотрели этот эфир. Надеюсь, что вам понравился. В случае, если что, не забудьте, пожалуйста, лайкайте это видео. Возможно, если не подписались, подпишитесь на наш канал. Обязательно ставьте комментарии. Не забудьте, на нашем канале есть много-много обзоров разных аналитиков и трейдеров, которые вам понадобятся для работы в дальнейшем. Комментарии оставляем, видео лайкаем, если что, подписываемся на канал. И до следующей встречи, до завтра. Всем хорошего второго лета. Пока-пока.